Сегодня мы обсуждаем третью главу книжки Пенелопа Мэдди «Натурализм в математике», и глава называется «Стандартные аксиомы». Она посвящена рассмотрению стандартного набора аксиом ЗФЗФЦ и, в общем-то, вопросам обоснования этих аксиом. Вот. Ну, по крайней мере, первый вариант набора этих аксиом предложен в статьях Цермела 1908 года. Вот. В этих статьях он предлагает набор аксиом для теории множеств и, собственно говоря, предлагает он эти аксиомы для того, чтобы ограничить определение множества пакантов, для того, чтобы не возникали, по крайней мере, известные на тот момент парадоксы. Кроме того, в этих работах Цермела утверждает, что данный набор аксиом должен быть достаточно сильным для того, чтобы мы могли получить все ценные результаты, которые доказываются в рамках неформального подхода к теории множеств. Ну, то есть, наивной Кантеровской теории множеств. Ну, то есть, получается, что аксиомы выбираются с оглядкой на уже существующую математическую теорию, которая, правда, не является формальной, но тем не менее. Ну, и, соответственно, эти аксиомы, они, по выражению самого Цермела, должны воссоздать всю теорию Кантера и Дадекинда. Вообще говоря, изначально Мэдди вводит разделение на два способа обоснования аксиом. Это, во-первых, внутреннее обоснование, когда мы исходим из некой самоочевидности, из некоторой интуиции, или же из соответствия к какому-то подлежащему понятию множества. Ну, то есть, у нас есть, в принципе, из наивной теории множество представление о том, что же такое множество, и, соответственно, наши аксиомы должны описывать нечто, что очень сильно похоже на вот эту неформальную интуицию, о том, что же такое множество. И, кроме того, возможно, еще внешнее обоснование. Внешнее обоснование выстраивается, исходя из следствий аксиом. Ну, то есть, мы оцениваем ту теорию, которая порождается данными аксиомами. И если эта теория является для нас желательной, то тогда мы считаем, что аксиомы являются в некотором смысле хорошими. В кавычках, конечно. Вот, и Мэдди начинает обсуждение аксиом Цермела с аксиомой экстенсиональности. Она говорит, что эта аксиома восходит к работе Дудакинда 1888 года, и в своих статьях Цермела эту аксиому никак не комментирует. Он просто ее принимает, и все. Вот, относительно экстенсиональности, очень интересные замечания высказываются разными авторами. Ну, например, Шонфельд в своей работе 1977 года говорит, что экстенсиональность является отчастию анализа понятия множества. А, например, Ванн в 1974 году пишет, что экстенсиональность является частью определения слова множество. Ну, и также, когда мы обсуждали работу Булоса 1971 года, там Булос заявлял об особом эпистемологическом статусе аксиомы экстенсиональности. Он говорил о том, что если кто-то отрицает аксиомы экстенсиональности, если какой-то исследователь не придерживается экстенсионального подхода к множеству, то он уже не теорией множеств занимается, а чем-то другим. Вот. И, кроме того, у Булоса в этой статье есть замечание о том, что можно подумать, будто бы аксиомы экстенсиональности является аналитической. Ну, то есть она истинна благодаря значению слов. Вот в этом смысле не в конкурсах. Ну, и Булос также это в своей статье отмечает, конечно же, понятие аналитического проблематичного. Потому что мы можем вспомнить статью Клайна 1954 года, «Двидодный эмпиризм», где он критикует разделение аналитическое и синтетическое. Скорее, интерпретация особого эпистемиологического статуса аксиомы экстенсиональности предполагает, что эта аксиома более очевидна, чем все остальные аксиомы. И ее обоснование очень похоже на основание любого другого аналитического предложения. И в этом отличается от обоснования других аксиом. В статье Булоса он говорит о том, что к всем экстенсиональности примерно точно такой же обосновательный статус, системологический статус имеет как утверждение в духе всех холостяки, неженатых мужчин и так далее. То, что традиционно считают аналитическим, но, конечно же, было подвергнуто сомнению в статье Клайна. Однако есть и некоторые другие способы обоснования. Так, Фрэнкель, Бархилл и Леви в книжке 1973 года, которую мы упорно читали, рассматривают также и экстенсиональное понятие множества. Но они говорят о том, что есть три причины для того, чтобы остановиться на экстенсиональном понимании множества. Во-первых, экстенсионализ дает нам большую простоту и большую ясность. То есть, когда мы рассматриваем понятие принадлежности элемента множеству, то это понятие оказывается гораздо более простым и гораздо более ясным, чем понятие обладания одним и тем же свойством. Если мы говорим о том, что элементы объединяются в некоторое множество, в любом случае, если они обладают каким-то общим свойством. Обладать общим свойством – это достаточно сложное понятие. Оно еще и к тому же зависит от того, что такое свойство и о каких свойствах вообще идет речь. То есть, с пониманием принадлежности у нас немного попроще. Кроме того, экстенсиональное понятие множества только одно у нас не может быть. Принадлежности множества в первом смысле, принадлежности множества в втором смысле и так далее. А интенсиональных понятий множества у нас может быть много, в зависимости от того, какие цели мы ставим. Ну, то есть, мы можем объединять элементы множества, например, на основе одного свойства, затем можем объединять элементы множества на основе обладаниями каким-то другим свойством, третьим свойством, четвертым и так далее. В общем, понятие экстенсиональности в этом смысле оказывается гораздо более простым. То есть, интенсиональных у нас может быть очень много. Кроме того, в Архиллу Леве говорят о том, что если у нас есть экстенсиональное понятие множества, то тогда мы можем строить разные интенсиональные понятия на основе этого. Ну, в частности, если мы вспомним их книжку, то там они описывают, каким образом мы можем с помощью декартового произведения получить копии одного и того же множества. Там говорят о том, что мы можем как бы проиндексировать. Получается, вот аксиом экстенсиональности, она не дает нам иметь несколько копий одного и того же множества. Потому что если множество обладает одними и теми же элементами, то они равны, это одно и то же множество. Но если мы сделаем декартовое произведение некоторого множества, которое нам нужно скопировать, например, с множеством, которое представляет единицу, то это будет одно множество. Если мы сделаем декартовое произведение нашего множества, которое нам нужно скопировать с нумералом, который представляет двойку, то это будет уже второе множество. Ну и так далее. Соответственно, мы можем иметь несколько копий одного и того же множества, несмотря даже на аксиом экстенсиональности. И в этом смысле мы можем как бы симулировать интенсиональные понятия. Ну и в общем, как-то их обустраивать в нашей теории. Вот, ну то есть, вот эти вот три причины, которые приводятся Фрэнклием, Бархиллом и Леви, они являются внешними причинами, как говорит Мэдди. Они состоят в том, что экстенсиональность дает нам более простую, но в то же время достаточно мощную теорию, которая не содержит каких-то произвольных понятий. Соответственно, у нас есть внешнее образование для того, чтобы принимать аксиом экстенсиональности. Следующая аксиома, которую Мэдди обсуждает, это аксиом пустого множества. Она не входит во все наборы стандартных аксиом, но она, по крайней мере, присутствовала в качестве части одной из аксиом в изначальной работе церемела. Это была аксиома существования элементарных множеств, которая постулирует существование пустого множества и множества пар. Ну, обсуждение аксиом пустого множества у Мэдди начинается с заявления о том, что, чтобы избежать парадоксов, нам нужно оказаться от принципа неограниченного свертывания. Мы принцип неограниченного свертывания уже много-много раз обсуждали, и я думаю, не стоит его повторять. Вот, но, тем не менее, если мы откажемся от этого принципа, нам нужны какие-то новые принципы для того, чтобы создавать новое множество из уже имеющихся. Потому что мы хотим, чтобы наша формализованная теория, она содержала в себе все те же множества, которые содержатся в теории, в наивной теории множеств, в Кантере и Декинске. Ну, а для того, чтобы порождать новое множество из уже существующих, нам нужно уже иметь какие-то множества. И вот таким начальным множеством для церемела является пустое множество. Его существование просто постулируется аксиомой элементарных множеств. Причем церемела в своей статье 1908 года характеризует пустое множество как вымышленное. Ну и некоторые подобные же рассуждения мы можем найти в работах Урасова. Он говорит о том, что класс, который не имеет типов, ничем не является. И хотя с математической точки зрения пустое множество оказывается полезным, с философской точки зрения никакого пустое множество не существует. Это просто вынесено. Но тем не менее, для пустое множество можно дать внешнее обоснование. И в частности, внешнее обоснование дается Йоделем в его статье 1944 года, где он обсуждает Расселовский подход к основанию математики. Он говорит о том, что пустое множество, да, оно является выдумкой. Но тем не менее, пустое множество упрощает анализ. То есть, благодаря тому, что у нас постулируется существование пустое множество, мы имеем гораздо более простую теорию. Кроме того, внешнее обоснование мы также находим и у Фрэнкеля, Бархилла и Леви. Они при обсуждении максимума экстенсиональности и вот этих вот начальных понятий говорят о том, что для того, чтобы построить теорию множеств, нам нужен индивид. Это они называют философской причиной того, почему нам требуется пустое множество. Кроме того, они приводят еще и практическую причину. Они говорят о том, что мы хотим, чтобы пересечение двух множеств всегда было определено. Даже в том случае, если эти два множества не имеют общих элементов. Ну, давайте для удобства просто назовем это пустое множество. Вот и все. Ну и, соответственно, вот такое вот рассуждение, оно обосновывает существование пустого множества. И если вы помните, мы достаточно долго обсуждали вот эти вот принципы, связанные с пустым множеством. Что вроде как пустое множество – это индивид, но при этом оно является множеством. Вот. Ну, и пришли к выводу о том, что у нас есть определенные вот эти вот прагматические соображения относительно того, почему же мы таким образом определяем наши понятия. Вот. Ну, то есть получается, что вот это вот приравнивание индивида и пустого множества, оно делается из соображения простоты и удобства. Оно просто является соглашением об обозначениях. Это некоторое внешнее обоснование. Однако, для существования пустого множества можно дать и другой аргумент. Этот аргумент уже предлагается в другой статье Цермела, более поздней, в статье 1930 года. И он исходит из кумулятивной иерархии Цермела, которая в дальнейшем была названа итеративной концепцией. Да, мы можем в некотором смысле сравнить логическое понимание понятия множества и математическое или комбинаторное понимание множества или набора. В частности, допустим, возьмем логическое понимание из работ Фреги. Фреги говорит, что множество понимается как объем понятия. Соответственно, все объекты универсума делятся на подпадающие и на неподпадающие под некоторое понятие. Вот другое понимание у нас присутствует в итеративной концепции, потому что в итеративной концепции элементами множества являются только объекты более ранних стадий. И на каждой стадии формируются все возможные множества. Ну, соответственно, если у нас нет никаких индивидов изначально, то на первой стадии, и это, в общем-то, используется в качестве обоснования для CF и ZFC, формируется пустое множество. Поскольку мы не можем, у нас не из чего собирать множество, соответственно, мы собираем пустое множество. И таким образом итеративная концепция дает внутренние обоснования, поскольку мы основываем это обоснование на анализе того, что же такое множество и как они выстраиваются. В своей статье 1930 года Цермела использует вот эту вот идею кумулятивной иерархии для того, чтобы обосновать, дать обоснование аксиомам, которые отличаются от внешнего обоснования, а внешнее обоснование он предлагал в статье 1908 года. Кроме того, близкие идеи высказываются Меребановым в его статье 1917 года. Следующие две аксиомы, которые обсуждает Мэдди, это аксиома множества пары и множества суммы, ну и объединения. Цермела дает следующее понимание. Ну, во-первых, в его изначальной статье 1908 года аксиома пары является частью аксиома элементарных множеств, а в статье 1930 года эта аксиома выделяется в качестве самостоятельной. И предлагаются два варианта обоснования. Во-первых, через обращение к итеративной концепции. Во-вторых, через доктрину ограничения размера. Ну, можно рассмотреть идеи Кантера в их интерпретации Хеллита. Согласно Кантеру, обученные трансфинитные объекты доступны рациональному математическому исследованию. Но, тем не менее, существует еще некоторая абсолютная бесконечность, которая понимается как последовательность конечных и бесконечных ординалов в целом, как нечто единое. Ну, и вот эта вот абсолютная бесконечность, по мнению Кантера, она не может быть позднана. И, соответственно, мы не можем ее исследовать, благодаря... ну, используя какие-то математические инструменты. В противном случае у нас возникают парадоксы, и в частности парадокс Гураль-Форти, который, ну, вы знаете, парадокс его множество всех ординалов. Множество всех ординалов, оно тоже должно каким-то образом... Ну, то есть множество всех ординалов тоже является... Объединение, точнее, множество всех ординалов тоже является ординалом, который больше или равен какому-нибудь ординалу из имеющихся в этом множества всех ординалов. Ну, и тогда мы можем построить множество, которое будет объединением. Объединение множества всех ординалов и синглитона из объединения множества всех ординалов. И тогда мы получим новый ординал, который у нас не задерживается в изначальном множестве всех ординалов. Ну как же тогда это может быть множество всех ординалов, если мы вот только построили новый ординал, который у нас изначально в этом множестве отсутствовал. Кантер говорит о том, что кроме этого рассуждения по поводу ординалов, Есть еще аналогичное рассуждение по поводу кардиналов, у Кантера оно приводится. Кантер говорит о том, что набор всех кардиналов тоже является абсолютно бесконечным, поскольку он равномочен набору всех кардиналов. И в этом случае получается, что теория множества даже не претендует на исследование абсолютно бесконечных наборов, которые мы даже множество назвать в действительности не можем. Вот эти вот абсолютно бесконечные наборы, они обладают совершенно другими свойствами, их нельзя пересчитать, их нельзя увеличить и их нельзя понять в логике Кантера. С другой стороны, множество мы можем пересчитать, мы множество всегда можем увеличить и множество нам понятно, мы можем их исследовать математическими средствами. Таким образом возникает доктрина ограничения размера. Они не являются слишком большими, они не так велики, как набор всех кардиналов. Близкие идеи высказываются Расселом в его работах 1903 и 1906 годов. Рассел говорит, что вообще-то тут проблема не с бесконечностью как таковой, а лишь с некоторыми очень большими классами. И Рассел говорит, что вот некоторые свойства, мы можем сказать, что некоторые свойства обладают каким-то объемом только в том случае, если этот объем не слишком велик. И в работе 1906 года Рассел конкретно заявляет следующее, что вот эта доктрина ограничения размера может быть обоснована с помощью априорных логических соображений. И получается, что вот это вот Расселовское понимание ограничения размера и Кантеровское, в некотором смысле теологическое понимание ограничения размера, это некие внутренние соображения. Поскольку вот эти вот два автора предполагают, что множеством или классом в случае Рассела, в некотором смысле внутренне присуще, то, что они не являются очень большими. Вот. Рассел дальше рассуждает следующим образом. Он говорит, что вот давайте посмотрим на некоторые процессы. У нас есть процесс порождения ординалов, когда у нас строятся ординалы, это бесконечный процесс. Ну да, конечно, в каждый конкретный отдельно взятый момент времени у нас всегда имеется какой-то последний ординал, который мы только что построили. Но, тем не менее, сам процесс построения ординалов не заканчивается. Поэтому то, что порождается этим процессом, не может считаться классом. Оно представляет собой некоторый предел, который ни одним классом не достигается. Вот. Рассел предлагает использовать аксиому ограниченного свертва. Он говорит, что любое множество, неприложимое ко всякому члену некоторого самовоспроизводящегося процесса, имеет объем. Все остальные свойства объема не имеют. Ну, возникают вопросы. Что значит слишком большой размер и какие процессы являются самовоспроизводящимися? Вообще здесь есть определенные трудности. Некоторое понимание того, что же такое слишком большой размер, мы можем найти в работе Журдана в 1904 год. Журдан работал вместе с Расселом. Если я правильно помню, он, по-моему, был даже одним из его учеников. Но, тем не менее, Журдан был достаточно продвинутым. Исследователем переписывался с многими ключевыми фигурами того времени, в частности, с Цермела переписывался. И, ну, к сожалению, он рано ушел из жизни. Но Журдан каким образом обосновывает вот эту вот доктрину ограничения размера? Он говорит, что слишком большой размер мы можем понимать следующим образом. У нас может быть такой критерий. Если некоторый набор нельзя сопоставить в однооднозначное соответствие со всеми ординалами, то тогда этот набор не является слишком большой. То есть, если у нас нет объекции между каким-то набором и всеми ординалами, то тогда у нас этот набор вполне себе нормальный. И, в частности, Журдан по этому поводу переписывался с Кантером. И Кантер в переписке отмечает, что вот это вот понимание, которое предлагает Журдан для ограничения размера, очень сильно похоже на его идею о том, что последовательность ординала представляет собой абсолютную бесконечность, которая недостижима, непознаваема. И, соответственно, мы никак с ней не можем взаимодействовать. Правда, у нас возникает следующее затруднение. Для того, чтобы реализовать вот это вот доктрима ограничения размера в понимании Журдана, нам требуется уже иметь теорию ординалов. Ну и получается, что у нас, вообще говоря, нет какого-то критерия для определения проблематичности последовательности ординалов. Может быть, у нас проблематичной уже является омега. Это множество всех конечных ординалов. Ну, значит, ограничения размера недостаточно для обоснования наших аксиом и для проведения вот этих вот рассуждений. Тем не менее, вот эта самая доктрина ограничения размера все равно может помочь нам, когда мы рассматриваем некоторые аксиомы. Ну, то есть она не работает в общем случае, но работает в некоторых частных случаях. И в частных случаях она будет работать следующим образом. Мы будем говорить, что если какая-то аксиома не позволяет нам получить слишком большое множество, то тогда эта аксиома считается хорошей. Здесь можно дать еще внутреннее обоснование в духе Кантера, то есть что у нас нет, что у нас имеется некоторая невозможность познания вот этого абсолюта, абсолютной бесконечности. Но, тем не менее, как заявляет Мэдди, это внутреннее обоснование. Оно, конечно, для современной математики совершенно не подходит. Мы как-то скорее склоняемся к рациональным, а не мистическим рассуждениям. Внешнее обоснование может быть дано таким образом. На основе анализа парадоксов. То есть мы сначала анализируем те парадоксы, которые нам уже известны, и затем мы говорим о том, что хорошая аксиома не приводит к парадоксам, потому что они не порождают слишком большие множества. Потому что в рамках парадоксов у нас, ну, по крайней мере, некоторых из них предполагается существование слишком больших множеств. Ну и если с аксиомой пары все достаточно ясно, а если у нас есть какое-то множество, и есть еще одно какое-то множество, то мы можем создать из них пару, то эта пара будет, в общем-то, не сильно больше, чем эти два множества. То есть мы никак не можем с помощью аксиомы пары создать слишком большое множество. Вот. А с другой стороны, вот аксиома объединения требует отдельных пояснений. Да. То есть предполагается, что множество, для которых строится объединение, должны быть элементами небольшого множества. И эти элементы тоже должны быть небольшими. Фон Нейман, например, говорит в своей работе 1925 года, что объединение небольших наборов само по себе является тоже небольшим набором. Ну а Хеллетт в своей работе 1984 года подвергает это и подобное рассуждение критики. Он говорит о том, что аксиома объединения трудно обосновать таким образом. Но правда у нас есть некоторые эвристические соображения, связанные с ограничением размера. Соображение следующее. Если мы знаем кардинальность множества и знаем кардинальность всех его элементов, то тогда мы можем вычислить кардинальность объединения. Поскольку мы можем познать, какова будет кардинальность объединения, то значит, вроде как объединение не является слишком большим. Ну то есть, по крайней мере, оно не является абсолютно бесконечным в смысле кантора, поскольку там мы в принципе ничего познать не можем. А у Церемела же обоснование в статье 1930 года дается с помощью итеративной концепции. И надо сказать, что из итеративной концепции выводится доктрина ограничения размера. Ну то есть, аргументы в пользу аксиом пары и объединения на основе итеративной концепции достаточно однозначны и просты. Мы начинаем с нулевой стадии, у нас порождается пустое множество. На следующей стадии у нас порождается все множество, которое мы можем сделать из того, что мы сделали на нулевой стадии. То есть, у нас порождается синглитон из пустого множества. Затем там на второй стадии, соответственно, у нас порождается синглитон от синглитона от пустого. Ну и порождается множество пара, которое содержит пустое множество, и синглитон из пустого. Вот у нас пара уже есть. Ну и с объединением аналогичная ситуация, только там немножко дальше в этой иерархии стадии нужно подняться. Вот. Следующая аксиома, которую обсуждает Мэдди, это аксиома выделения. Вообще говоря, аксиома выделения мыслится как для принципа неограниченного свертывания. Но выделение происходит исключительно из уже существующего множества. То есть в рамках неограниченного свертывания мы говорим, что существует множество, которое представляет собой объем некоторого понятия. А здесь же мы говорим о том, что существует множество, которое представляет собой подмножество уже существующего множества. То есть мы осуществляем выделение, и выделение осуществляем на основе некоторого свойства. В изначальной работе CERMELA говорится о том, что это свойство должно быть определенным, для того чтобы у нас был исключен парадокс Берри и другие подобные парадоксы. Парадокс Берри, напомню, наименьшее положительное целое число, которое неопределимо с помощью каких-то букв. Если посмотреть историю, то, насколько я помню, изначально этот парадокс был сформулирован в одном из писем Берри Расселу, и он звучал таким образом. Первый орденал, который не может быть поименован с помощью конечного числа слов. Соответственно, мы уже сейчас поименовали некоторый орденал, дали ему имя, но вроде как предполагается, что мы не можем его поименовать. То есть смысл этого имени таков. Ну вот у нас возникают такие парадоксы. Соответственно, для того, чтобы свойство, на основе которого мы выделяем под множество, у нас хорошо работало, оно должно быть определенным. Ну правда, изначальное вот это понимание, которое предлагал Цермела, было достаточно быстро подвергнуто критике Расселом, Журданом и Планкаре. Они говорили о том, что вот это вот понятие определенности у Цермела какое-то неопределенное. Непонятно, что же там Цермела имеет в виду. Ну, немного позже, с Кулем и Фрэнкель предложили определять вот это самое определенное свойство, как свойство, которое выразимо в первопорядковом языке, с единственным нелогическим термином принадлежности элемента множества. То есть, если мы можем определить свойства в рамках такого языка, то тогда оно является определенным. Цермела в статье 1930 года настаивает на том, что нам нужно говорить о выразимости определенного свойства во второпорядковой логике. Но этот подход не прижился, в том числе благодаря критике второпорядковой логике и вообще высокопорядковых логик к Куайну. Ну, и именно поэтому аксиома выделения представляет собой схему, поскольку в первопорядковой логике у нас просто нет возможности квантифицировать по критерию выделения, то есть по вот этому свойству формуле, которая у нас дает определение для свойства. Какие же обоснования могут быть приведены для аксиома выделения? Внешнее обоснование заключается в том, что аксиома позволяет блокировать парадоксы. Она представляет собой замену принципа неограниченного свертывания. Правда, не сама по себе, а в контексте ZF и ZC. То есть в контексте других все сама по себе аксиома выделения не работает как замена неограниченного принципа свертывания, поскольку некоторых принципов построения множества все-таки не достает. Ну, в частности, нам не хватает того самого множества, из которого мы выделяем подможество. Ну и аксиома выделения, естественно, соответствует доктрине ограничения размера. То есть если мы... Ну и вот это вот в зависимости... И это рассуждение, это обоснование, оно может пониматься как внешним, так и внутренним образом в зависимости от того, как мы саму по себе доктрину ограничения размера понимаем. Напомню, что у Рассла и у Кантера доктрина ограничения размера понималась как некоторая необходимая часть понятия множества, а, соответственно, у некоторых других авторов не включается понятие множества и таким образом является множеством. Вот. Ну, кроме того, для аксиома выделения можно дать обоснование через итеративную концепцию. Например, такое обоснование дается у Булоса в его статье 1971 года и у Шонфельда в работе 1977 года. Следующая аксиома, которую рассматривает Мэгги, это аксиома бесконечности. Вообще, с бесконечностью традиционно связаны определенные сложности. И всегда с бесконечностью математики взаимодействовали, ну, традиционно взаимодействовали очень осторожно. По меньшей мере, эту осторожность можно проследить до работы Аристотеля, который предлагал решение парадоксов Зинона путем обращения к потенциальной бесконечности и говорил о том, что нам нужно отказаться от исследований актуальной бесконечности, поскольку она приводит к проблемам. Ну и в конечном счете вот это разделение потенциальной бесконечности и актуальной бесконечности по словам Мэгги привело к разделению арифметики и алгебры с одной стороны, отделению их от геометрии. Но, однако, если посмотреть дальше на историю математики, то нужно отметить следующее. С развитием анализа это разделение перестает быть актуальным, поскольку для анализа требуется использование бесконечности. В прошлый раз мы обсуждали, каким образом мы можем определить действительные числа как дедекиндовые сечения, а нам нужны бесконечные наборы рациональных чисел для того, чтобы определять действительные числа. Таким образом, бесконечность нам обязательно нужна, иначе анализ нам в полноценном смысле не построить. Хеллетт предлагает такую интересную интерпретацию идеи Кантера. Он говорит о том, что Кантеру присущ определенный фенитизм. Правда, это фенитизм такой, ну в кавычках, что ли. Фенитизм этот, Кантеровский, заключается в следующем. Любые множества, даже бесконечные, мы понимаем в качестве простых объектов. Да, может быть, для определения этих множеств нам требуются какие-то сложные понятия, как, например, в случае определения множеств, которые являются суррогатами для действительных чисел. Но, тем не менее, после того, как мы дали определение, мы можем полностью забыть об этой сложности и работать с этими множествами, как с простыми объектами. Ну, то есть, получается, что когда мы принимаем, что существует бесконечное множество, то это означает, что мы принимаем, что завершенные бесконечные наборы мы можем исследовать математически. И в стандартной форме аксиома бесконечности утверждает существование множества всех конечных ординалов, в частности, нумералов фон Неймана. Это более оправданный с прагматической точки зрения подход, он более удобен, и его легко обобщить на трансфинитные числа. Здесь можно привести следующее обоснование. Во-первых, это обоснование с помощью ограничения размера. Ну, в рамках доктрины ограничения размера мы можем утверждать, что множество всех конечных ординалов не является слишком большим. Также мы можем попытаться дать обоснование с помощью итеративной концепции. То есть мы можем показать, что существует стадия после всех конечных стадий. Однако, как вы понимаете, оба эти подхода недостаточно убедительны. Что значит, что множество всех конечных ординалов, которые являются бесконечными, не является слишком большим. Это вообще немыслимо совершенно. как можно с помощью ограничения размера обосновывать о всем бесконечности. Как-то это получается что-то очень странное. Кроме того, итеративная концепция тоже здесь не сильно в лучшей ситуации находится. Что значит, что после всех конечных стадий существует какая-то стадия еще, на которой формируется вот это множество всех конечных ординалов. Вспомним статью Булласа, которую мы обсуждали, там одна из аксиом теории стадий как раз таки говорила о том, что существует некоторая стадия, которая не идет после всех конечных стадий. Ну, то есть она идет после всех конечных стадий, но она не является конечной. И не является первой стадией. С другой стороны, мы можем дать для аксиом бесконечности внешнее обоснование. И Мэнди говорит о том, что это внешнее обоснование достаточно стандартное и весьма распространенное. Заключается оно в следующем. И, в общем-то, это же обоснование мы видели в работе Фрэнкеля в архиве Лейлеве. Да, мы можем построить арифметику. В том числе мы можем построить арифметику для рациональных чисел. Если у нас нет множества всех натуральных чисел. Ну, то есть нет вот этого. Множество всех конечных ординаров. Но для того, чтобы построить анализ, мы без бесконечных множеств обойтись никак не можем. Соответственно, поскольку мы хотим, чтобы наша теория выступала основанием для математики, нам нужно, чтобы в ней были бесконечные множества. Кантор, конечно, дает еще некоторое теологическое обоснование для бесконечных множеств. Но, как уже я говорил, такое обоснование вряд ли подходит для рациональной математики. И, в общем-то, с этим большинство исследователей вполне себе согласны. Дальше, следующая аксиома, которую обсуждает Мэдди, это аксиома множества степеней. Аксиома множества степеней говорит, что для любого, в том числе бесконечного множества, имеется множество всех подмножеств. И если у нас множество содержит n элементов, то тогда множество всех подмножеств будет содержать 2 в степени элементов. Ну и, в частности, множество всех конечных ординалов, Омега, содержит алиф-ноль элементов. Значит, множество всех подмножеств, множество всех конечных ординалов содержит 2 в степени алиф-ноль элементов. И можно показать, что таким образом множество степень, множество всех конечных ординалов равномочным множеству действительных чисел. Здесь, опять же, можно вспомнить доктрину фенитизма, кантеровского фенитизма в интерпретации Хеллита, согласно которой бесконечное множество разматриваются как конечные, то есть как простые объекты. И также у Фрэнкеля есть следующее обоснование, исходя из ограничения размера. Фрэнкель заявляет, что множество степень небольшого множества тоже является небольшим множеством. Правда, это обращение к доктрине ограничения размера критикуется, например, тем же Хеллитом. Обоснование для множества степени, для существования множества степени можно дать с помощью итернативной концепции, например, оно дается Булласом и Шонстельдом, заключается в следующем. Множество степени множества А формируется на следующей стадии после формирования А. То есть на стадии А у нас уже сформировано множество, собственно говоря, вот это А, и все элементы множества А сформированы на стадии меньше, чем вот эта стадия. Соответственно, на следующей стадии мы можем сформировать множество всех подмножеств, множество А, поскольку оно содержит и множество А, и все подмножества, которые сформированы раньше. Вот таково обоснование с помощью итернативной концепции. Кроме того, мы можем дать и внешнее обоснование для аксиомы множества степеней. Оно заключается в следующем. Опять же, это прагматические соображения, которые связаны с анализом. Для построения анализа нам требуется бесконечное множество большего размера, чем множество всех конечных ординалов. Нам надо же построить множество действительных чисел. Ну и вот, собственно, с помощью аксиомы множества степеней мы это можем сделать. Эта аргументация в скрытом виде присутствует в книге Фрэнкеля, Бархилова и Леви, а в явном виде она присутствует у Хеллита. Эта аксиома требуется для того, чтобы сделать наше интуитивное понятие континуума аналитически ясным, как это заявляет. Ну, то есть, получается, что следствия этой аксиомы продуктивны, они достаточно ясны, потому что мы понимаем же, как анализ работает. Что такое действительно число, в общем-то, ну, в таком, не теоретиком, но в том смысле, а именно анализ нам ясно. Ясно, и поэтому мы можем обосновывать аксиому множества степеней через ее следствия. Следующая аксиома – это аксиома выбора. Аксиома выбора требуется для доказательства теоремы Цермела, которая представлена в статье 1904 года. Это теорема о том, что любое множество можно вполне упорядочить. В 1908 году Цермела отвечает на критику Пиана следующим образом. Он говорит о том, что аксиома выбора интуитивно очевидна. Он даже буквально заявляет о самоочевидности этой аксиомы. И, кроме того, Цермела заявляет о том, что аксиома выбора необходима для науки. Она уже успешно использовалась в разных областях математики, хотя и не была явно сформулирована. Ну и действительно, говорит Мэдди, версии этой аксиомы явно встречаются в работах, но в частности она приводит в французских математиков, Бера, Борреля и Лебега, которые, правда, это такая ирония судьбы, позже критиковали использование аксиома выбора. Часто, если мы рассмотрим спор по поводу аксиома выбора, например, если мы рассмотрим спор Адамара с Лебегом, Боррелем и Бером, то этот спор принимает вид столкновения реализма, с одной стороны, и конструктивизма, или того, что Мэдди называет дефейнабилизмом. Реализм здесь понимается следующим образом, как независимое от познающих агентов существование исследуемых объектов. То есть в рамках реализма мы считаем, что множество существует независимо от математиков. В рамках конструктивизма мы, естественно, считаем, что множество конструируется, и если множество не построено, то оно не существует. А в рамках дефейнабилизма мы считаем, что существует те множества, которые определены. То есть если мы дали определение для некоторого множества, то это множество существует. Если определение не дано, то, соответственно, множества нет. Мэдди приводит такое рассуждение из неопубликованной работы Мартина. Рассуждение следующее. Спор относительно съема выбора касается смешения множеств и определимых свойств. Иногда мы действительно не можем определить функцию выбора. Но, говорит Мартин, это не связано с существованием этой функции выбора. Это просто некоторое ограничение наших, может быть, познавательных способностей или наших способностей определения. То есть, если мы не можем определить, не значит, что функции не существуют. То есть, это такой реализм в духе Адамара. Если существование множества не зависит от определений, то тогда функция выбора, конечно же, существует. Также этот спор может принимать другую форму. Он может касаться сравнения, с одной стороны, логического понятия набора, то есть, определением множества как объема понятия, и математического понятия набора, то есть, чего-то порождаемого на некоторой стадии в итеративной концепции. И в рамках итеративной концепции мы можем сформулировать следующее обоснование для аксиома выбора. Если семейство J дезюнктивных непустых множеств сформировано на стадии альфа, то всякий элемент А этого набора J сформирован до стадии альфа. А элементы А сформированы еще раньше. Ну, это соответствует итеративной концепции. Поэтому элементы J доступны на стадии альфа. А всякая комбинация доступных элементов формируется на стадии альфа, включая множество представителей. Поскольку у нас уже все элементы J доступны на стадии альфа, и поскольку на каждой стадии мы формируем все возможные комбинации, то тогда получается, что на стадии альфа мы формируем в том числе и множество представителей. Однако, надо сказать, что не все сторонники итеративной концепции принимают такую аргументацию. Надо сказать, что Шонфельд принимает ее, а Буллас эту аргументацию не принимает. У Булласа теория стадий, которую он предлагает, она немножко отличается от подхода Шонфельда. И если мы вспомним наше обсуждение статьи Булласа, то там он говорил о том, что к своему выбору мы не можем обосновать с помощью итеративной концепции. Ну, по меньшей мере, потому что мы не знаем, какое конкретное множество нужно построить. Одна из причин. Но, вообще говоря, если вернуться к Цермела, то надо сказать, что Цермела в своей статье признает, что самая очевидность – это некоторое субъективное понятие. И правда, говорит Цермела, мы же можем объективно решить вопрос о необходимости для науки нашей аксиомы выбора. И, в частности, в своей статье Цермела приводит список теорем, 7 штук и некоторых проблем, для которых требуется аксиомы выбора. Мэдди приводит три примера. Это, во-первых, теорема Кантера о вполнеопорядочении. Затем теорема об алифах, согласно которой всякие кардиналы имеются в списке алиф 0, алиф 1, алиф 2 и так далее. И теорема о сравнимости кардиналов. Для любых двух кардиналов – Капа и Лямбда, либо Капа меньше Лямбда, либо Лямбда меньше Капа. Таким образом, получается, что аксиома выбора нужна для теории бесконечных кардиналов. Иначе мы просто не можем построить эту теорию. Также она и ее аналоги играют важные роли в анализе, топологии, абстрактной алгебры и математической логики. Это можно проиллюстрировать следующим примером. Мэдди рассматривает занятную историю из книжки Мура 1982 года. Эта книжка полностью посвящена аксиоме выбора и ее обоснованию. И Мур говорит об истории учебника «Современная алгебра» нидерландского математика Вандервардена. В первом издании 1930 года Вандерварден использовал аксиомы выбора. Соответственно, он получил какие-то результаты алгебраические на основе этой аксиомы. Затем на него его коллеги оказали очень сильное давление. Они протестовали против аксиомы выбора. И из второго издания 1937 года аксиому выбора Вандерварден убрал. И, соответственно, он был вынужден убрать все зависящие от нее результаты. Однако такое ограниченное представление алгебры настолько возмутило современных математиков, современных Вандерварден и математиков, что в третьем издании 1950 года пришлось снова все вернуть обратно. И Мур приводит такую цитату, «Алгебраисты настаивали, что аксиома выбора стала неустранимой для их дисциплины. Если нет аксиома выбора, то очень многие интересные и важные для алгебры результаты получены быть просто немогли». Ну и, соответственно, близкое рассуждение дает Сармела в своей изначальной статье 1908 года. Он говорит, что принципы следует судить с точки зрения науки, а не науку с точки зрения закрепленных рас и навсегда принципов. А принципы мы можем пересматривать, менять, исходя из наших текущих научных знаний. Но, правда, Сармела еще заявляет, что нужно отделить теоремы, для которых обязательно требуется аксиома выбора, а тех, которые можно доказать без нее. Правда, говорит Сармела, зачем это нужно сделать? Это нужно сделать для того, чтобы отграничить математику пиана как специальную ветвь, как неестественно изуродованную науку. То есть у Сармела очень жесткое отношение по этому поводу критики пиана, совершенно не предполагающие каких-то примирительных позиций. То есть он прямо говорит, что математика пиана – это изуродованная наука. Ее нужно изолировать. Не надо нам никакой математики пиана здесь. Нам нужна аксиома выбора. Следующая аксиома, которую обсуждает Мэдди – это аксиома замещения. Независимо друг от друга, в 1922 году с Кулем и Фрэнкель показали, что система аксиома Цермела недостаточно для основания теории множества. Ну, в частности, из аксиома Цермела мы не можем доказать существование множества вот такого вида. Элементом этого множества будет омега, затем множество степени омега, затем множество степени, множество степени омега и так далее. Существование этого множества мы доказать не можем. И они предложили использовать новую аксиому. Это формулировка в том виде, который был предложен с Кулемом. Если есть некоторая функция f, а а – это некоторое множество, то тогда существует множество b, которое содержит в точности те элементы, которые являются значениями f от а, где а – это элемент а большое. Ну, то есть функция f заменяет каждый элемент из а на значение функции f для этого элемента. Вот. Получается, что у нас можно провести следующее рассуждение. У нас множество омега существует по аксиому бесконечности. Затем мы можем определить некоторую функцию, которая отображает 0 в омега, 1 в множество степени омега, 2 в множество степени, множество степени омега и так далее. И значит, искомое множество существует. Вот. То самое, которое на слайде выше приведено во втором функции. Вот. То есть, поскольку здесь у нас используется некоторая функция, то подобно аксиоме выделения, эта аксиома также является схемой, поскольку мы в первопорядком языке не можем квантифицировать по этой позиции. Вот. Надо сказать, что аксиома замещения была в некоторой степени превосхищена Кантером в его работе 1899 года и Миримановым в работе 1917 года. Вот. Ну, правда, после 1922 года аксиома еще, как говорит Мэдди, не была широко признана математическим сообществом. Ее признание начинается скорее с работы фон Неймана 1925 года, поскольку фон Нейман с помощью аксиома замещения доказал более сильную версию теоремы о вполне упорядочении. Он доказал ее в версии Кантера, что всякое множество можно поставить в однозначное соответствие с некоторым ординалом. Это более сильная версия теоремы, чем теорема, доказанная Цермела в 1904 году. И, кроме того, фон Нейман на основе аксиома замещения вывел принципы трансфинитной рекурсии. В 1930 году Цермела добавил аксиому замещения в свой список аксиом, но также он утверждал, что ее следует сформулировать на второпорядковом языке. Какие можно дать обоснования для аксиома замещения? У Фрэнкеля, Бархилла и Леви мы находим рассуждение о том, что аксиома соответствует доктрине ограничения размера. Это, в общем-то, можно понять. Действительно, если у нас существует некоторое множество, и оно не является слишком большим, то есть мы признали, что этот набор является множеством, то аксиома замещения не может породить множество большего размера. Соответственно, она соответствует доктрине ограничения размера, и таким образом мы можем ее обосновывать. И, опять же, это может считаться либо внутренним обоснованием, либо внешним, в зависимости от того, как мы понимаем эту доктрину. Кроме того, вместе с аксиомами объединения, пары и множество степеней, аксиома замещения позволяет доказать существование множеств, которые иначе получить нельзя. Ну, например, множество алиф с индексом омега. То есть у нас есть некое еще свое родное внешнее обоснование, то есть аксиома замещения оказывается полезным для того, чтобы построить такие множества, которые предполагаются на имя и теории множества. Если же мы рассмотрим итеративную концепцию, то в рамках итеративной концепции у нас нет какого-то согласия по поводу аксиома замещения. В частности, Буллос говорит о том, что эта аксиома выводится в расширении теории стадий, но не выводится в изначальной версии. И Шонфельд, наоборот, он говорит о том, что аксиомы замещения мы можем получить и обосновать с помощью итеративной концепции. В МЭДе приводится достаточно подробное рассуждение Шонфельда. Я не уверен, что правильно его понял, но если все же правильно, то оно может быть представлено следующим образом. Набор всех множеств, сформированных на стадии до С включительно, формируется на стадии следующей со С. Стадия после С существует и не приводит к парадоксу, так как мы ограничены только теми множествами, которые сформированы на некоторой стадии. То есть мы находимся на некоторой стадии, мы на этой стадии и на всех предыдущих сформировали какие-то множества. То есть у нас, по идее, есть некий набор множеств, которые сформированы по текущий момент, но пока что этот набор множеств множеством не является. С другой стороны, говорит Шонфельд, у нас всегда же есть следующая стадия, а на следующей стадии мы формируем все возможные множества из тех, которые у нас есть. Соответственно, вот этот самый набор, который у нас пока множеством не являлся на стадии С, он на стадии С плюс 1 становится множеством, потому что мы на стадии С плюс 1 формируем все возможные множества, и в том числе вот это, большое множество. То есть мы как бы показываем, что вот этот вот изначальный набор, который у нас был на стадии С, он такой же по размеру, как и самое большое множество, которое формируется на стадии С плюс 1. В некотором смысле мы говорим о том, что существует функция, которая отображает, ну делает вот это вот отображение между набором и множеством. Март в годе 1975 года использовал эту аксиому для доказательства регулярности некоторых определимых множеств действительных чисел. То есть получается, что аксиомы замещения также получают и внешние обоснования. Ну а несколькими годами ранее, в 1971 году, Фридман показал, что без этой аксиомы результат, который вот в будущем, как бы относительно Фридмана, будет получен Мартином, получить нельзя. Вот, таким образом получается, что аксиома играет центральную роль в теории множеств действительных чисел. А поскольку действительные числа важны для анализа, то мы имеем также и внешние обоснования для аксиомы замещения. Вот, ну, Буллос, в той статье, которую мы обсуждали, также говорит о том, что с помощью аксиомы замещения мы можем вывести в ЗФ аксиомы теории стадий. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, у меня возникают некоторые сомнения по этому поводу. Ну, то есть Буллос, как бы, изначально он говорит о том, что аксиомы замещения мы не можем получить в теории стадий, в изначальной версии теории стадий, которую Буллос предлагает. С другой стороны, если мы имеем аксиому замещения, мы можем вывести аксиому теории стадий. То есть получается, что порождаемая теория стадий формальная теория плюс аксиомы замещения являются более сильными, чем аксиомы теории стадий. Но, может быть, это даже может служить некоторой причиной для сомнений относительно того, что итеративная концепция действительно может использоваться для обоснования аксиомы замещения. Вот, и следующая аксиома, это аксиома фундирования. Надо сказать, что в дневниках 1905 года у Сарамела присутствует слабая версия к аксиому. В следующем виде. Ни одно множество не содержит само себя. Аксиома фундирования запрещает множество, которые сами себя содержат. Потом циклическое отношение к принадлежности запрещается. И, кроме того, бесконечно убывающие последовательности множеств, включающихся друг в друга. Также запрещаются аксиомы фундирования. И Меримана в 1917 году говорит о том, что ограничиться вполне фундированными множествами это достаточно практично и продуктивно. Ну и в 1925 году фундейман использует аксиом фундирование для того, чтобы исключить структуры с самопрямбрежностью. А в 1930 году Цирмела обосновывает аксиомы фундирования путем обращения к своей вот этой вот кумулятивной иерархии. То есть он говорит о том, что теоретика множества и универсум составлены из V-альфа. V-это множество всех орденалов фон Неймана, которые порождены на некоторой стадии, на стадии альфа. Ну и, соответственно, мы можем вывести аксиомы фундирования из оперативной концепции. Это делается у Булоса, в работе Скотта и у Шонфельда. То есть среди сторонников оперативной концепции есть согласие относительно аксиомы фундирования. Также у Фрэнкеля, Бахилова и Леви мы находим внешние обоснования для этой аксиомы. Эта аксиома не исключает интересные математические результаты, но при этом дает более определенные и ограниченные понятия множества, поэтому является желательным. В статье 1971 года Булос говорил о том, что аксиомы фундирования исключают патологии и дают более ясную картину теоретикам множества универсума. Правда, говорит Мэдди Эжель в работе 1988 года предлагает систему АФА, это система с аксиомой антифундирования, и его подход основывается на прагматических рассуждениях. Ему аксиома антифундирования потребовалась для решения некоторых проблем компьютерного моделирования. Также Мэдди говорит, что есть Барвайс и некоторые другие исследователи, которые используют эту систему АФА для построения семантики естественного языка. Правда, есть определенные сложности с этой системой. Во-первых, эта система является непротиворечивой относительно ЗФЦ, то есть она не исключает ЗФЦ, и если у нас ЗФЦ окажется противоречивой, то тогда и АФА тоже окажется противоречивой, а если ЗФЦ не противоречива, то тогда АФА не противоречива. И кроме того, в работе 1994 года Маршавакис показывает, что АФА не имеет интуитивной модели, а ее модели строятся внутри модели ЗФЦ. Поэтому АФА вряд ли подходит в качестве оснований. То есть у нас получается, что если у нас есть вот эта итеративная иерархия множеств, вполне фундированных, тогда мы можем создать модели для АФА. Если у нас нет этой итеративной иерархии, то есть если мы изначально основываемся на представлении о каких-то нефундированных множествах, то моделей у нас нет. Соответственно, у АФА в этом смысле есть определенные проблемы, и в качестве основания математики она, естественно, не подходит. На этом обсуждение Аксиом. В работе Мэдди заканчивается. Спасибо за внимание. Попытаюсь ответить на ваши вопросы. Спасибо, Лев. Все было грандиозно. Только иногда я замечал, что не поспеваю из-за того, что не помню формулировки тех или не точно. и не могут очень формулировки вспомнить. Это меня немножко тормозило. А так все делается. Очень замечательный текст получился. Ну, это очень замечательный текст у Мэдди. Ну, не только Мэдди. Вы ее текст свернули и пояснили со своей точки зрения. Я думаю, что это в собственных работах можно широко использовать. Надеюсь, что это будет показаться в нашем собственном направлении. Ну, вот могу только поблагодарить и восхититься. У меня вот есть один вопрос по поводу аксиомы замещения. Там в книжке Фрэнки Ля Бархилова и Леви приводится формулировка аксиомы замещения. Я ее специально сейчас нашла и посмотрела. Та формулировка с последовательностью и множества, и множества степеней от него, и множества степеней от множества степени от него и так далее, которая, кажется, следует из общей формулировки аксиомы замещения, но она ей не тождественна, как-то неэквивалентна. Получается, что то, что говорит Мэдди относительно обоснования вот этой приводимой еды соотносится вообще со аксиомы замещения? Оно относится к какому-то ее частному способу применения, что ли, как? Или, может быть, я неправильно что-то поняла? Ну, надо сказать, что вообще как говорят системы ЗФ и ЗФЦ разными авторами представляются по-разному, там, и разные наборы аксиомы берутся иногда, а вот у Цермела там изначально, например, была аксиома элементарных множеств, потом он перестал ее использовать, а я выделил там аксиома множество пары, например, отдельно. Вот, если мы посмотрим, кого-нибудь Кунина, то у него тоже некоторые... ну, то есть у него набор аксиом немножко другой. Вот, разные авторы под стандартным набором аксиомы ЗФ и ЗФЦ понимают разные. Ну, достаточно близкие вещи, но немного они отличаются. Кроме того, естественно, у разных авторов есть разное понимание, по крайней мере, сложных аксиом, таких продвинутых аксиом, которым относится аксиома замещения. И Мэдди, в частности, приводит аксиому замещения по работе Скулема по изначальной работе 1922 года, когда Скулем предложил эту аксиому в явном виде. Ну и тем не менее, все, что сказано по ее поводу, оно относится также и к той формулировке, которая используется в более поздних вопросах. Или нет? Ну да, оно также относится к обоснованию аксиомы замещения и из более поздних работ. Но там могут быть, конечно, нюансы, потому что аксиома замещения, например, у Фрэнкеля, Батхилла и Леви, там она изначально формулируется, если я правильно помню, я сейчас не имею перед собой текст, но она изначально формулируется, там используются функциональные условия, ну то есть вот как функции у Скулема. Затем они приводят еще несколько вариантов к сиомы замещения, и в том числе они приводят к сиомы замещения, в котором нет ограничения на использование именно функционального условия. Ну вот. То есть разные варианты, но тем не менее, они близки по смыслу, ну то есть они работают примерно одинаково, соответственно, получают близкое обоснование. Но во всяком случае, основание через доктрину ограничения будет работать для любой версии аксиомы замещения. Еще у меня есть не вопрос, а такое как бы соображение, не знаю, полезное оно или бесполезное. Вот когда в самом начале говорилось о аксиоме экстенциональности, значит, мне пришло в голову, что вообще говоря, экстенциональное определение множества можно считать одним из вариантов экстенционального определения множества. Потому что если у нас, например, есть какие-то элементы, А, Б, С, свойства, быть множеством, содержащим элементы А, Б, С, и только их. И тогда мы можем выделить, ну то есть мы можем сказать, что вот... то есть мы можем сказать, что вот у нас, значит, есть интенсиональное определение множества по вот такому свойству. И оно у нас будет равнозначно экстенциональным. То есть получается, что экстенциональное определение множества это частный случай интенсионального. но очень хорошие, удобные частные случаи, и мы будем использовать только его. Ну, может быть, хотя... Мне кажется, тут могут возникнуть некоторые трудности, связанные со следующим. Вот свойства обладать... свойства обладать элементом... свойства содержать элементы А и Б и свойства содержать элементы Б и А. это одно и то же свойство или нет? Вообще говоря, если мы поддерживаемся интенсионально подходят, то это разные свойства. Да, действительно. Получается, что переводимость на интенсиональный язык возможна, но она не является однозначной. Наверное, поэтому-то экстенциональные подходы являются почтительными. они оказываются для целей математики, по крайней мере, эффективными, удобными и так далее. Ну, тут, наверное, зависит еще от того, какие принципы тождества у нас есть. Вот. Ну, потому что вообще говоря, ну, скажем, в одной теории в теории мы можем сказать, что 2 плюс 2 равно 4. А в какой-то другой теории мы можем показать, что это разные вещи. Ну, разные не в смысле того, что мы не можем привести их к одной канонической форме. Мы можем привести к одной канонической форме 2 плюс 2 и получить 4, и, соответственно, 2 плюс 4 уже является какой-то канонической формой. Но они будут разные в том смысле, что мы же должны затратить какие-то ресурсы на приведение к одной форме. А там в одном случае мы тратим одно количество ресурсов, в другом — другое количество ресурсов. Мне кажется, в лямбдоисчислении это очень хорошо можно продемонстрировать, потому что мы можем, например, определить числа, определить их в номерах черча, и у нас, допустим, там 1 плюс 2 — это будет не то же самое, что 2 плюс 1. То есть в итоге мы получим тот же самый терм, если мы используем одну и ту же стратегию вычисления. И если эта стратегия вычисления всегда приводит нас к аноническим формам, в том смысле, что у нас количество шагов в вычислении будет разным. То есть мы одно будем вычислять быстро, другое будем вычислять медленно. Ну а если у нас стратегии вычисления еще не приводят к аноническим формам, тогда у нас вообще будут разные термы в результате вычислений получаться. Тогда у нас 2 плюс 1 и 1 плюс 2 вообще будут совершенно разными какими-то сущностями, в зависимости от того, как мы вот это вычисление на лямбдо-термах понимаем. Ну и здесь получается что-то типа того. Если у нас понятие тождества будет достаточно мощным, таким, что мы сможем сказать, что содержать элементы А и Б, и содержать элементы Б и А это одно и то же, тогда у нас получится, что мы можем симулировать экстенсиональность в рамках интенсионального подхода. Но опять же нам надо сильное понятие тождества. Ну что-то такое же, как вот, например, в унивалентных основальных математике. То есть там с помощью гоматопической теории типов мы имеем очень сильное понятие тождества, которое по сути у нас сводится к эквивалентности. Интересно, как это можно соотнести с гипотезой Рудольфа Кармаха, то, что мы можем в всякий интенсиональный язык найти экстенсиональный язык, а для всякого интенсионального. Тут у нас получается, как бы наоборот, для всякого экстенсионального мы можем найти какой-то интенсиональный вариант. При условии, что понятие тождества достаточно мощное. Ну, это понятно, это достаточно, мне кажется, очевидно. А вот обратное, то, что Карнеп утверждал, оно не очень очевидно. Любой интенсиональный, замените экстенсиональный, это не очень очевидно. Ну, не знаю, мне вот обратная сторона не очень очевидно, когда мощное понятие тождества используется. То есть Кармаховский-то подход, ну, то есть в экстенсиональной теории мы можем действительно симулировать интенсиональность. Но, и это делает, тогда мы можем экстенсиональными средствами изучать, допустим, модальности. Там же вот об интенсиональности идет речь. А мы их экстенсиональными средствами изучаем с помощью семантики возможностей миров, которая, в общем-то, отсводится в теории множества. Так. А, Лев, напомните, а как модальность экстенсиональная? Ну, как вот семантика возможностей миров, она же стоит на основе теории множества. Теория множества экстенсиональная. Ну, да, можно вспомнить Лейбница. Необходимость как истинность во всех возможных. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Можно я еще раз объяснить вот про, опять, про эту теорию со всем и антипендирование? Там было, что у ней нет моделей, вне чего-то там моделей стандартной. Короче, я не поняла в этот момент. Ну, вот, там на самом деле у Мэдди очень мало об этом написано. Вот, так же мало, как и у, допустим, Виталия Валентиновича Целищева, когда он обсуждает экстенсионное фундирование. Вот. Там дается ссылка на работу Машавакиса 1994 года, в которой Машавакис показывает, что у Афа не интуитивные модели, вот, а все модели, которые мы можем для Афа построить, они строятся внутри модели ZFC. Вот. Ну, на самом деле, большего Мэдди не говорит. Но там есть ссылка на конкретную работу, к которой можно обратиться. Да, но я просто саму вот эту фразу не понимаю, что ее модели строятся внутри модели ZFC. Ну, то есть, получается следующее, что мы не можем просто взять и построить модель для Афа. Мы можем построить модель для Афа только в том случае, если у нас есть модель для ZFC уже. А модель для ZFC представляет собой вот эту вот итеративную иерархию. Если у нас есть эта итеративная иерархия, вполне фундированных множеств, тогда мы можем внутри нее сделать маленькую такую модель для Афа. Если у нас нет итеративной иерархии, то никаких моделей для Афа у нас тоже нет. Получается, что мы должны изначально сначала построить модель, в которой фундированные множества только, а потом внутри нее мы можем построить модель для аксиомы антифундирования. Я не понимаю, как это возможно. Если мы уже... А, ну понятно, это то есть модель. Просто ZFC-то предполагает, что существуют только фундированные множества. Как мы можем из фундированных множеств построить нефундированно? И тем более, как мы можем доказать, что не имея фундированных множеств, нефундированные мы построить не можем. То есть мы можем не знать, как это сделать пока что, но как можно говорить о том, что строго нельзя, для меня большая загадка. Там говорится о том, что интуитивной модели для Афа нет. Ну, то есть мы не знаем, как это сделать, действительно. Вот сейчас, по крайней мере, не можем построить. Может быть, когда-нибудь в будущем мы можем построить модель. Но это надо смотреть Машавакиса. Ну, понятно, да. То есть получается, что вот этот вывод, что она вряд ли подходит в качестве основания, это тоже вывод, типа, к настоящему моменту. Потому что вот мы не знаем, как построить интуитивную модель, если не использовать модели для АЗЦ. Поэтому сейчас это, наверное, плохая идея, использовать теорию в качестве оснований. Но если вдруг в будущем мы придумаем, как построить эту модель, то тогда, может быть, будут хорошие основания. Может быть, смысл такой. Ну, опять же, надо посмотреть Машавакиса, потому что, может быть, Машавакис показывает, что интуитивной модели не то, чтобы нет сейчас, а, например, интуитивной модели в принципе нет. То есть невозможно построить ее. Это надо смотреть у него. Мэдди там не говорит конкретно. Ну, то есть она недостаточно четко это все формулирует. По крайней мере, я из-за текста Мэдди не понял, что конкретно там имеется в виду. Там это рассуждение занимает буквально полстранички. Сказать нечего по этому поводу. Спасибо.